Так, иногда, когда мы ставим стволик гладкий вместо нарезного, у нас бывает, что застревают шарики и так далее. Да, конечно, косяк в шариках, но если посмотреть в стволик повнимательнее или, допустим, прогнать каким-нибудь калибром, а у меня калибр вот был, китайская шарошка такая, я ее попробовал протолкнуть, и она где-то в центре несколько раз зацепилась. Вот, поэтому я ее смазал маслом, она как раз получается, сейчас, секундочку, она как раз получается прям калибрная. Вот, смазал маслом, через термоусадку соединил, есть у меня вот такая вот протяжка для проводов, стекловолоконная, то есть она гибкая, и прогнал весь стволик, то есть, в принципе, я его не расширил, я просто снял какие-то недочеты. Ну и теперь, значит, на стекловолокно намотал я вату, намазал пастой Гойер и, собственно, вот так вот гоняю. То есть, по идее... То есть, по идее, стволик должен быть внутри. После таких процедур довольно-таки хорошо выровнен и отполирован. Все, я думаю, достаточно, потому что на камеру я снимаю кусочек только, потому что до этого я намного дольше... Так, давайте вот сейчас баллистольчиком я немножечко побрызгаю туда, чтобы снять какие-то остатки. Пастой Гойер, потому что она тоже тяжело снимается. Жалко, не могу посмотреть сквол внутри. Нечем. Был у меня прибор, вот, но, к сожалению, сейчас его нет. Все, я думаю, достаточно. Вот так вот все это выглядит. Довольно-таки плотно. Ну и, собственно, сама вата. Все, значит, будем считать, что ствол отполирован внутри, и можно его установить и попробовать, как он будет себя вести теперь. То есть все недочеты, которые были внутри, если вдруг они были, то я путем вот такой вот полировки, очень щадящей, вот, я их убрал. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok